Привет всем и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня снова обзор раскраски. Эти книги были мне присланы в подарок голландской художнице Мася Вандерберг. И Мася любезно прислала мне свой новый ежедневник, он же Bullet Journal, он же раскраска. Такое очень красивое увесистое книжище, которое может прекрасно послужить скетчбуком, но о ней мы поговорим в следующих видео. Такая милая открыточка. Сегодня я очень хочу показать вам раскраску Мася. Я очень давно хотела ее в свою коллекцию, потому что я люблю Голландию. Я люблю все, что связано с этой страной. Я после того, как посетила ее, прониклась огромным уважением к труду людей, которые потребовались, чтобы создать такую страну в таких сложных природных условиях. И мне очень нравятся голландские люди, их отношение к окружающим, к себе, к своей культуре. И поэтому я просто счастлива от того, что эта книга у меня есть. Итак, из Голландии с любовью. Раскраска в твердом переплете. Настоящая книга. Размер ее 25 на 26 сантиметров. Очень привлекательная обложка. Я даже не знаю, чем вот это желтый с оранжевым так прекрасно сочетается с традиционными красками голландских изразцов. И как раз традиционные и элегантные это два прилагательных, которые можно описать эту книгу. У нас картинки односторонние, бумага белая, без всяких там кремовых примесей. И очень мне нравятся, как напечатаны линии. Они тоненькие, темно-серые. Как раз то, что я люблю, когда печать не жирная. Конечно, традиционная страничка для имени. И начинаем мы с вот такой голландской красавицы в традиционном головном уборе. И куда же Голландия без тюльпанов. Очень много здесь и круговых узоров наподобие мандал. На каждой страничке мы можем найти символы, которые для нас всегда будут ассоциироваться с Голландией, как эти традиционные деревянные башмаки. Очень много рисунков вдохновлено или же изразцами голландскими. Конечно, все узнают мельницу, как основной символ Голландии. Или же изразцами или тканями. Или голландским традиционным фарфором. Вот это замечательное сердечко, где есть и мельницы, и цитериганные кроксы. И вот это просто прекрасный образец, я бы сказала, как раз голландского фарфора. Я была в Делсте на фабрике, в музее фарфора. И там очень интересно, есть абсолютно прекраснейшие и исторические работы художников и современных мастеров. Прекрасные декоративно-прикладные изделия. И сам процесс очень интересный. Конечно, голландские львы. Королевский символ и вообще символ нации. И цветы. То, что у нас опять же характер ассоциируется с Голландией. Рисунки довольно детальные, но все равно они не займут много времени. Вечер-два. И очень расслабляющие. Я оставлю ссылку внизу на инстаграм самой художницы. И по хэштегу можно найти очень много красивых работ. К примеру, к этой страничке. Замечательную. Мастерицы уже законченные работы выложили. Очень вдохновляющие. Вот картинка, которая, конечно же, вдохновлена голландскими изразцами. Кто был хоть раз в дворцах Санкт-Петербурга, видел, насколько красивые эти изразцы еще с Петровской эпохи там представлены. Думаю, все знают эти незабываемые печи, произведения искусства. И здесь можно раскрасить, вдохновившись ими. И, конечно же, лев. Кто наблюдает за футболом, сколько мы там видим этих оранжевых львов, когда играет голландская сборная. Снова изразцовая тема. Очень приятная бумага. Я думаю, что все карандаши будут сложиться идеально. Красавица такая. Немного наивный стиль, но очень традиционный. Как раз не напрягаясь, можно раскрашивать в свое удовольствие. Может быть, даже забыв о всяких тенях, объемах. Настоящий антистресс. Масса прекрасная, я считаю, прорабатывает. Все цветочные узоры. Вот это одна из самых красивых тарелочек. Молочник. Вот это замечательно. И тоже для этой странички есть прекрасно вдохновляющая работа в Инстаграм. А вот этот кукольный театр старинный, почему-то является одной из моих самых любимых картинок. Вот, смотрите, какая у нас прорисовка, какая у нас детализация. Мне нравятся все и марионеточки, и украшения с мельницами и стюльпанчиками, и то, что по желанию можно сзади дорисовать. Например, городской пейзаж с традиционными голландскими домиками. А можно оставить как есть. Конечно же, куда же Голландия без велосипеда. И вот эта тоже картинка прекрасная, и тоже есть для нее много уже законченных работ. Но я тоже, надеюсь, в январе взяться за нее и внести свою лепту, потому что я очень люблю Амстердам. Прекрасные домики. Думаю, что все мы узнаваемая архитектура. И здорово вписан цветочный узор. В конце есть милые вырезалки для украшения, может быть, открыток или упаковки подарков. И несколько открыток, которые на голландском, так что будет возможность выучить пару фраз на новом языке. И пара открыточек. Вот такая книжка, которая послужит чудесным сувениром для всех посещающих Голландию или тех, кто уже посетил, и кому нравится эта страна, кому нравятся традиционные узоры фарфора этой страны. А вам всем спасибо за внимание. И до следующих видео. Удовольствия вам от раскрашивания. С вами была Алена. Пока-пока.